Сегодня пятница 13 ноября на канале РТВ и время международных новостей. В информационной студии работает Сергей Кения. Здравствуйте. Итак, сейчас в мире. Исламское государство продолжает втягивать в кровавый конфликт все больше государств на Ближнем Востоке. Неожиданный удар джихадисты нанесли по столице Ливана. В одном из районов Бейрута накануне прогремели два мощных взрыва. Количество жертв теракта превысило 40 человек. В стране объявлен национальный траур. В Ливане обещают довести борьбу с исламистами до победного конца. Кольцо вокруг радикалов сжимается. Моя коллега Нина Шамуги с деталями. Около полусотни погибших и 300 раненых. Таковы последствия двойного самоподрыва, совершенного террористами в пригороде Бейрута. Экстремисты выбрали местом своей атаки оживленную улицу. Там расположены мечети торговый центр. Двое смертников привели в действие бомбы с интервалом в 7 минут. Я был дома, когда прогремел первый взрыв. Я выбежал на улицу, чтобы узнать, что произошло и найти сына, который был снаружи. Все люди вокруг кричали. Было много крови. Я стал помогать кому мог. Но в это время раздался второй взрыв и меня сбило с ног. Больше ничего не помню. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка Исламского государства. Всего исполнителей было четверо. Правоохранители сообщили, среди погибших обнаружено тело третьего террориста, который не успел привести взрывное устройство в действие. Еще один сдался полиции сам. Целью смертников была расположена в этом же торговом квартале мечеть имама Хусейна. Район Бурдж-Аль-Баражне, в котором произошел теракт, населен преимущественно мусульманами-шиитами, сторонниками движения Хизбалла, которые участвуют в конфликте в Сирии на стороне президента Асада. Взрывы в Беруте вместе со стороны ИГИЛ. Теперь террористы из Хизбаллы обещают мстить террористам из исламского государства. То, что произошло здесь, преступление. И это подтверждает то, что мы идем по правильному пути. Мы сражаемся против терроризма. Борьба будет продолжаться. Это долгая война между нами, между ливанцами и этими монстрами. Вторую внушительную боевую победу над исламистами записали на свой счет иракские курды. Военизированные отряды пешмерги при поддержке американской авиации за день полностью освободили от боевиков псевдо-халифата город Синджар, что на севере Ирака. Сейчас идет зачистка населенного пункта, который больше года удерживали джихадисты. Мы полностью контролируем Синджар. Бойцы пешмерги заняли стратегически важное шоссе под Синджаром, перерезав таким образом основной путь снабжения террористов между Масулом и Иракой в Сирии. Мы захватили много оружия. У нас тела десятков террористов. С вероятностью в 99% в списке убитых главный палач исламского государства в Пентагоне сообщили. Американские войска нанесли авиаудар в сирийском городе Ирака по месту, где укрывался Мухаммед Эмвази по прозвищу Джихадист Джон. В оборонном ведомстве пока официально факт гибели одного из самых жестоких террористов не подтверждают. По данным американских СМИ, Джихадист Джон, получивший темную славу за публичную экзекуцию иностранных заложников, был убит в результате прямого попадания бомбы с помощью беспилотного летательного аппарата. То, что подданы Великобритании, скорее мертв, чем жив, говорит и то, что на смену ему, по данным ближневосточных СМИ, пришел палач по кличке Бульдозер. Бомба с таймером. В СМИ просочилась новая информация о возможных обстоятельствах крушения российского пассажирского лайнера в Египте. О том, что на борту самолета могла быть бомба, давно говорят как в прессе, так и в экспертных кругах. Синайские исламисты дважды заявляли, что это они устроили теракт. Американские СМИ тем временем озвучивают новые детали. По данным канала Fox News, ссылающегося на знакомые с ходом расследования источники, на борту лайнера могла быть бомба с часовым механизмом, установленным на два часа. В свою очередь, газета Daily Beast приводит одну из версий следователей США. Взрывное устройство было заложено близ линии подачи топлива, и его мощность была рассчитана лишь на то, чтобы загорелось горючее. Газета отмечает, если этот вывод окажется верным, отыскать следы взрыва, вероятно, не удастся. Россия может ввести выездные визы для своих граждан. Этот вопрос рассматривается в Госдуме. Зампредседателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Вадим Соловьев считает, важно донести до сведения граждан полную информацию о ситуации в странах, которые они выбирают для отдыха. По словам депутата, официальные чиновники МИДа и сотрудники служб безопасности объясняют потенциальному туристу, чем он рискует. Выехать в таком случае россиянин сможет только после расписки. Система выездных виз действовала в Советском Союзе. Теперь в Госдуме заверяют, что просьбы о введении ограничений поступают от самих опасающихся за свои жизни россиян. Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что правительство не планирует процедурных изменений в отношении внешнего туризма. Российские специалисты проверяют зарубежные аэропорты на безопасность. Отмечу, что после крушения пассажирского самолета на Синай Россия отменила полеты в Египет и фактически начала эвакуацию отдыхающих там граждан на родину. Украина введет мораторий на выплату российского долга. Москва не получит 3 миллиардов долларов, если откажется от предлагаемой Киевом реструктуризации. Об этом заявил сегодня премьер-министр страны Арсений Яценюк. Глава правительства подчеркнул, что Россия не получит лучших условий, чем другие кредиторы. Я напомню, украинские власти проводят реструктуризацию части своего внешнего долга. Москва неоднократно заявляла, что не будет участвовать в этом процессе, поскольку 3-миллиардный долг Киева является государственным, а не коммерческим. Украинские власти должны погасить выкупленные России облигации уже в следующем месяце. И если перечислений не будет, Украина рискует допустить дефолт по суверенным обязательствам, что в свою очередь может привести к блокированию очередных траншей финансовой помощи МВФ. У нас было предложение о переговорах 29 октября, но, к сожалению, Россия от них отказала. Сейчас зависит от Москвы, захочет ли она продолжить переговоры. Если Россия не согласится, то Кабмин ведет мораторий на выплату 3-х миллиардов долларов. И сегодня же стало известно о том, что Украина окончательно отказалась от импорта электроэнергии из России. Как заявляют в Киеве, потребности страны в электричестве полностью удовлетворяются с помощью собственных мощностей. Ранее Украина заявила о снижении объемов закупки российского газа. Итак, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Оставайтесь на ТВА и развитии событий в следующем выпуске. Я не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин